Ниагарский водопад В 1960-х годах американские ученые были обеспокоены большим количеством оползней и камнепадов. Эти природные явления грозили разрушению американского водопада, поэтому они решили спасти природную достопримечательность страны своими руками. В июне 1969 года рабочим удалось перенаправить потоки реки Ниагары в сторону водопада Подкова. Это было сделано для того, чтобы осушить американский водопад и исследовать его дно. Для этих целей была возведена плотина из 27 тысяч тонн камней. Чтобы доставить такое количество валунов огромным грузовикам, потребовалось совершить 1200 рейсов. Оголенное дно вызвало высокий интерес у туристов и местных жителей. И все потому, что на его поверхности оказалось не считанное число монет. По некоторым оценкам их количество превысило миллион штук. Думаю, каждый из вас знает о традиции бросать монету на счастье, для того, чтобы вновь вернуться в то место, где она была выброшена. Все эти монеты, найденные на дне водопада, были брошены в воду людьми, отдыхающими здесь в 19, 20 и 21 веках. Поэтому такому количеству монет совсем не стоит удивляться. Ниагарский водопад является красивейшим местом на нашей планете. Туристы со всех уголков земли приезжают сюда, чтобы полюбоваться этими пейзажами. Однако на его территории расположена очень жуткая пещера, с которой связана легенда местных жителей. Согласно ней, Великий Дух подарил индейцам эти земли. Но когда они начали воевать между собой, боги гор разгневались и обрушили камни на племя. В это время в скале образовалась пещера, в которой спрятался разгневанный на индейцев Великий Дух. С тех пор он потерял доброту к людям и убивал всех, кто проникнет в эту пещеру. Эта легенда возникла в 1763 году, когда британские воины пришли в эти земли. Местное племя индейцев Синеки предупредили о том, что каждый, кто пройдет через эту пещеру, умрет. Но британцы не послушали индейцев, в результате чего было убито порядка 500 солдат, а их тела были сброшены в Ниагарский водопад. Сейчас пещера разрисована граффити, которой оставились мельчаки. Видимо так туристы демонстрируют, что для них эта история не более чем миф. Но местные жители продолжают верить в мистику, связанную с этим местом. По их словам, из пещеры часто доносятся крики злого духа. С приходом темноты Ниагарский водопад становится просто фантастически прекрасным. И все благодаря подсветке. Туристы, которые хоть раз любовались водопадом ночью, восторженно заявляют, что ничего прекраснее в своей жизни они еще не видели. Впервые ночное освещение водопада было установлено в 1860 году в честь визита принца Уэльского. Тогда система подсветки включала в себя более 200 различных огней, размещенных вдоль берега как с американской, так и с канадской стороны. Огни зажигались одновременно и поочередно, создавая грандиозные визуальные эффекты. Со временем система освещения постоянно менялась. Период Второй мировой войны по понятным причинам подсветка часто оставалась отключенной. Начиная с 1974 года и по сегодняшний день, освещение водопада состоит из 21 ксенонового прожектора мощностью 4 киловатт с изменением цвета через гелиевые листы. Такая задумка не только подчеркнула величие водопада, но и позволила любоваться им даже ночью. Ниагарский водопад находится между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. Неудивительно, что это место богато различными легендами, в том числе и о призраках. Согласно одной из них, в здании Клетт-Холл, находящемся на территории современного Ниагарского университета, обитает дух монаха. Клетт-Холл был построен в 1860 году. В то время в этом здании находился монастырь. В 1864 году один из монахов по неизвестной причине решил свести счеты с жизнью. Он спрыгнул с самого верхнего этажа и разбился насмерть. Также известно, что после произошедшего в Клетт-Холле случился пожар, во время которого погиб студент. С тех пор прошло более столетия, но студенты университета до сих пор замечают странные явления. Например, в коридоре Клетт-Холла часто зажигается свет и открываются двери. Студенты говорят о том, что слышат ужасные вопли, молитвы и звуки тлеющего дерева. Некоторые из них утверждают, что даже видели призрак пожилого мужчины в церковной одежде. Сегодня Клетт-Холл служит общежитием для студентов университета. Поэтому руководство учебного заведения решило установить камеры, чтобы выяснить причину происходящего. Однако это ни к чему не привело, и всем пришлось лишь смириться с присутствием призрака в Клетт-Холле. Особняк Гленвью, известный также как Розовый дворец, расположен в Антарио. Особняк был построен в 1865 году Джоном Дрю. На его территории были расположены конюшни, теннисный корт, сады и виноградники. Когда-то он был настоящим райским местом для своих владельцев, но сейчас он окутан мистикой. Жуткие истории про особняк местные жители начали рассказывать друг другу после того, как на его территории якобы было совершено двойное убийство. Если верить легенде, в конце 19 века во время одной из вечеринок супружеская пара ожидала карету. В это время на них напал преступник и зарезал их ножом, забрав все драгоценности и деньги. С тех пор каждый год местные жители видели привидения в виде кареты, вслед за которой тянулись кровавые следы. Сегодня люди уже не видят этого призрака, но все равно отмечают некоторые паранормальные явления, происходящие в особняке. Иногда на подъездной дорожке появляются красные пятна, напоминающие кровь. Притом, сколько бы раз их не отмывали, они появляются вновь. Кроме того, в окнах иногда загорается свет и из особняка доносится музыка прошлых столетий. Все бы ничего, но в особняке уже давно никто не живет. Ниагарский водопад, несомненно, является одним из самых популярных туристических мест на планете. Уже не одно столетие люди приходят сюда для того, чтобы полюбоваться красотой местных пейзажей. И, конечно же, иногда невольно они теряют свои вещи. Сейчас на территории водопадов люди находят много потерянных вещей. Это и монеты, и ювелирные изделия, и много других мелких безделушек. Кому они принадлежали, уже никогда не узнать. Случается и так, что на дне Ниагары находят древние артефакты, сокровища прошлых веков и даже затонувшие суда. Рекордное число находок было обнаружено в 1969 году. В этот год ученые были обеспокоены серией обвалов и оползней на территории американского водопада. Они считали, что такое количество камнепадов может разрушить водопад. И поэтому решили осушить его, чтобы исследовать геологический состав и предотвратить дальнейшую эрозию. Для этих целей поток Ниагары был перенаправлен к водопаду Подкова. Это был первый и единственный случай, когда бурный водопад превратился в маленький ручеек. Именно тогда, пока ученые занимались исследованием, местные жители бродили по высушенному дну и собирали различные монеты и безделушки, которые были спрятаны под водой в течение нескольких десятилетий. Фрэнсис Эбботт, также известный как Ниагарский отшельник, родился в начале 19 века в Канаде. О его жизни известно мало. В частности то, что после 40 лет он выбрал жить в одиночестве. Для этого он поселился в одной из пещер вблизи Ниагарского водопада. Несмотря на такой отчаянный поступок, Фрэнсис не был сумасшедшим. По его словам, он просто устал от городской суеты. Мужчину часто посещали местные жители, чтобы принести еды и пообщаться с ним. Стоит заметить, что Фрэнсис был образованным человеком и говорил на нескольких языках. И хотя он выбрал стать отшельником, он никогда не препятствовал общению с другими людьми, даже наоборот. Все свое свободное время Фрэнсис занимался чтением книг, написанием рассказов и игрой на скрипке. И, конечно же, он наслаждался своим одиночеством наедине с живописной природой. Фрэнсис прожил около 9 лет такой жизнью. И однажды один из местных жителей нашел его мертвым в пещере. Причина смерти отшельника была не выяснена и до сих пор остается неизвестной. Впрочем, как и его биография. В 2020 году супруги, отдыхающие в окрестностях водопада Подкова, заметили молодого оленя, оказавшегося в ловушке на небольшом изолированном острове посреди бушующей реки. Люди были обеспокоены за жизнь животного, поэтому они решили незамедлительно сообщить о случившемся соответствующие органы. Однако, как полиция Ниагарских парков, так и провинциальное министерство природных ресурсов и лесного хозяйства отказались организовывать спасательную операцию. Не спешите обвинять власти в бесчеловечности. Оказывается, местные олени часто выбирают подобные участки земли для места своего обитания. На таких островках у них нет конкурентов в добыче пищи. Кроме того, они могут не бояться лесных хищников просто потому, что их там нет. Самым богатым на количество привидений, по мнению канадцев, является кладбище Драмонт-Хилл. В этом месте обитает огромное количество духов, которые материализуются в самые разнообразные формы, но чаще всего в светящейся сферы. Вы скажете, что это лишь суеверие, но у канадцев есть весьма логичное объяснение своей веры. Сейчас кладбище Драмонт-Хилл является объектом национального наследия. В 1814 году в этом месте происходило сражение при Ландис-Лейне. Кроме того, именно здесь была похоронена канадская героиня англо-американской войны 1812 года, Лора Секарт. Во время сражений погибло огромное число солдат, и эта земля стала буквально пропитана кровью. Их неупокоенные души навсегда остались заточены на поле той битвы. Именно по этой причине канадцы часто становятся очевидцами паранормальных явлений, происходящих на кладбище. Местные жители сообщают, что ночами со стороны Драмонт-Хилл доносятся звуки выстрелов из ружья и взрывов, а также крики людей. Некоторые люди утверждают, что видели призраков солдат и одинокой женщины, идущей в сторону холма, где захоронена Лора Секарт. Ниагарский водопад Ниагарский водопад, безусловно, является чудом природы, величием и красотой которого восхищалось не одно поколение людей. Но не стоит забывать, что это место очень опасно. На порогах над Ниагарским водопадом скорость течения реки составляет 40 км в час, а на дне находятся острые камни, заточенные бурлящей водой. Так что любое живое существо, упавшее в реку, вероятнее всего, ждет смерть. За всю историю в водах Ниагарского водопада погибли тысяч человек. Среди них были люди, которые подошли слишком близко к краю водопада и упали в воду. Были также и смельчаки, решившие бросить вызов природе. И, конечно же, в числе погибших здесь были самоубийцы и жертвы преступников. В 1969 году, во время осушения американского водопада, были найдены останки двоих погибших. Совсем недавно, совершенно случайно, водолазами были обнаружены еще два обезглавленных тела. Но, конечно же, в этом месте погибло гораздо больше людей. Однако, быстрое течение Ниагары сводит шансы найти тело погибшего практически к нулю. В северо-западной части Ниагарского водопада, в Антарио, расположен туннель, который держит местных жителей в страхе. С этим местом связана очень жуткая легенда. История рассказывает о том, что около столетия назад, в доме, находящемся рядом с железной дорогой, под которой проходит туннель, случился пожар. В этом доме жила семья фермеров. К сожалению, все они оказались в ловушке, за исключением молодой девушки. Ей удалось выбежать через окно. Пытаясь найти спасение, она бросилась в туннель, но не смогла потушить свою одежду и тоже сгорела. Кто-то считает, что пожар устроил молодой человек, влюбленный в эту девушку. А кто-то говорит о том, что виновником был ее отец, сошедший с ума. Так или иначе, с тех пор местные жители слышат плач и крик девушки, доносящейся из туннеля. Кроме того, некоторые люди говорят, что если зажечь внутри туннеля спичку, поднимется сильный ветер и огонь погаснет. Чтобы проверить эту легенду, в туннель приезжало много смельчаков со всего мира. Кто-то из них разочаровался в этом месте и говорит, что ничего мистического там не происходит. Другие люди, наоборот, утверждали, что внутри туннеля действительно происходят странные вещи. Кстати, интересно, что эта история отчасти правдива. В начале 20 века в одном из домов поблизости действительно случился пожар, во время которого погибла целая семья. Если вы думаете, что в 19 веке жизнь была очень скучной и среди людей той эпохи не найти настоящих экстремалов, желающих совершить просто сумасшедший поступок, вы ошибаетесь. Ниагарский водопад привлекает не только своей красотой, но и мощью. Даже среди современных людей мало кто осмелится спуститься по его течению вниз. Это на самом деле равнозначно самоубийству. Однако в конце 19 века и в начале 20 века спуск по течению водопада стал настоящим вызовом для смельчаков. Первым человеком, решившим прыгнуть с водопада подкова, стал Сэм Патч, называющий себя Янки Липпер. Удивительно, но после прыжка ему удалось выжить. Этот поступок вдохновил еще нескольких людей на прыжки. Однако им не повезло, как Сэму, и конечно же они погибли. Смертельные случаи не останавливали людей в попытке покорить стихию. Поэтому были придуманы специальные приспособления, которые позволяли смягчить удар и не захлебнуться водой. Среди них были деревянные бочки, резиновые мечи и капсулы. Смельчаков, желающих спуститься по течению водопада внутри таких конструкций было немало. И большинству из них удавалось выжить. В то время подобное экстремальное приключение становилось сенсацией. Хотя нужно сказать, что и сейчас подобные поступки не перестают шокировать. Стивен Пир родился в 1840 году в канадском городке Стэмфорд. В возрасте 19 лет он был восхищен тем, с какой легкостью Чарльз Бронден ходил по тонкому канату над быстрыми водами Ниагарского водопада. Тогда юноша решил, что тоже станет канатоходцем и однажды исполнит подобный трюк. Пирс приступил к многолетним тренировкам, чтобы однажды исполнить свою мечту. 22 июня 1887 года вблизи Ниагарского водопада собралась толпа зрителей. Все они пришли смотреть, как Пирс исполняет свой опаснейший трюк. В тот день канатоходцу удалось совершить переход по канату через Ниагару от нынешнего моста водоворота и центрального моста Пенсильвании и обратно. Этот трюк произвел фурор, ведь канат Пирса был гораздо тоньше каната Блондена. Пирс долго отмечал свой удачный переход. Такая слава вскружила ему голову, и он решил повторить успех. Однако в тот вечер он был сильно пьян, поэтому сорвался с каната и, к сожалению, погиб. Red Coach Inn является одним из самых популярных отелей в Ниагара Фоллс. Он расположен в живописном месте всего в 500 метрах от водопада. Здание отеля с фасадом в стиле английских тюдоров было построено в 1923 году. И с тех пор Red Coach Inn пленит своих посетителей потрясающим видом из окна и теплой атмосферой. Казалось бы, этот отель является прекрасным местом для отдыха, но не все так просто. Местные жители рассказывают, что в его стенах обитает сразу два привидения. Первый из них – призрак молодой невесты по имени Эмили. В 1925 году она вместе со своим новоиспеченным супругом остановилась в номере Виктория Сюит. Когда они остались наедине, парень начал обвинять ее в измене. Во время их ссоры он напал на нее и избил до смерти. Позднее посетители отеля рассказывали, что видели призрак Эмили, блуждающий по ресторану и другим номерам. Спустя два года во время пожара в сарае отеля погиб четырехлетний малыш. И сейчас люди часто слышат детский крик, зовущий на помощь маму. Ниагарский водопад не является самым высоким водопадом в мире, но при этом он может похвастаться быстротой своего течения. Поэтому человек, оказавшийся во власти водной стихии в этом месте, практически всегда обречен на смерть. Несмотря на это, чудеса случаются. И семилетний Роджер Вудвард стал одним из тех счастливчиков, которым удалось выжить в водах Ниагарского водопада. В июле 1960 года друг семьи Вудвардов решил отвезти Роджера прогуляться по реке Ниагара. Вместе с Роджером в маленькое путешествие отправилась его 17-летняя сестра Диэн и его друг, 7-летний Джеймс Ханникотт. Ребята решили сесть в лодку, но в какой-то момент она перевернулась и дети оказались в воде. Диэн повезло больше всех, и случайные очевидцы происшедшего, Джон Кейс и Джон Каатроки, успели оттащить ее к берегу, а двое мальчишек моментально оказались в ловушке быстрого течения. Вода текла с такой скоростью, что в считанные минуты они уже оказались вблизи водопада. В этой зоне в реке находятся острые камни, и именно встреча с ними погубила Джеймса. Неизвестно, каким образом Роджеру удалось выжить после падения с водопада. В его семье прозвучала договоренность больше никогда не вспоминать эту историю. Поэтому вопросы маленькому шокированному мальчику никто старался не задавать. Возможно, вы будете удивлены, но первым человеком, которому удалось пересечь водопад внутри бочки, была женщина, притом почтенного возраста. Ее звали Энни Тейлор, и на момент спуска ей было 63 года. Энни Тейлор очень нуждалась в деньгах, поэтому она решилась на авантюру. Женщина заявила, что спустится по течению водопада и останется в живых. Большинство инвесторов и слышать не хотели о такой затее. Поэтому Энни долгое время искала того, кто может профинансировать ее идею. В итоге, конечно же, нашла. По ее параметрам была сконструирована индивидуальная бочка из дубовых и железных деталей. Внутри этого приспособления находился матрас, который должен был смягчить удар. 24 октября 1901 года, в свой день рождения, Энни залезла в бочку. Ее друзья закрутили крышку и велосипедным насосом накачали внутрь воздух. После этого они плотно закрыли пробкой отверстие для шланга. Бочка была спущена на воду у американского берега. Течение отнесло ее к канадской части к водопаду Подкова. Там Энни уже поджидали спасатели. Все путешествие отважной женщины заняло 20 минут. Но и этого времени Энни хватило на всю оставшуюся жизнь. Позднее она признавалась, что лучше залезть в пушку и умереть, чем еще раз прыгнуть в такой бочке в водопад. 6 августа 1918 года два матроса, Гюстав Люфберг и Франк Харрис, находились на борту баржи. Внезапно судно оторвалось от пристани и понеслось по сильному течению Ниагары. Матросы сразу поняли, что попали в опасность. Поэтому они открыли кингстоны и наполнили трюм водой. Это помогло барже стать тяжелее и они смогли развернуть ее в сторону камней. В течение суток мужчины ждали помощи и надеялись на чудо. Наконец при помощи канатов, брошенных с берега, им удалось выбраться из ловушки. Судно же решили оставить на том же месте. В течение более 100 лет баржа оставалась в неподвижном положении и стала своеобразной местной достопримечательностью. Однако в конце октября 2018 года во время сильнейшего шторма Шаланда сдвинулась с места и прошла вниз по течению около 50 метров. Сейчас судно вновь находится в неподвижном состоянии. Но сотрудники службы безопасности Ниагары предупреждают, что во время следующего шторма баржа может вновь начать движение. Сейчас она находится в полутора километрах от водопада Подкова. Вероятность того, что волны протащат баржу на это расстояние очень высока. Поэтому судно находится под пристальным наблюдением. В конце июля 2019 года жители окрестностей озера Антарио стали свидетелями необычного для этой местности явления – падения метеорита. По словам Питера Брауна, профессора канадского исследовательского факультета физики и астрономии, метеорит диаметром около 30 сантиметров появился в небе над Антарио в 6.44 утра. Яркость, созданного метеоритом огненного шара, была сопоставима с яркостью Луны. В конце полета образовалось несколько ярких вспышек. По всей вероятности, это были осколки, на которые раскололся метеорит. Каждый такой осколок является ценным для ученых. Поэтому Брауна и его команда развернули масштабную поисковую операцию по поиску таких фрагментов. Профессор объяснил, что осколки метеоритов позволяют ученым узнать много новой и полезной информации для дальнейшего изучения космоса. Поэтому он призвал местных жителей помочь ему. Люди положительно отнеслись к этой просьбе и также приступили к поискам осколков. Нужно сказать, что сделать это не так-то просто. Найденные фрагменты были настолько малы, что вес некоторых из них не превышал одного грамма. В Ниагара Фоллс находится необычный клуб под названием Эхо. С этим местом связано множество мистических историй. Но несмотря на это, местные жители и туристы любят проводить здесь свое свободное время. Клуб Эхо располагается в здании, построенном в 1885 году. Ранее это здание являлось особняком богатого человека Томаса Уэлча. Сейчас же клуб предлагает к услугам посетителей посещение ресторана, бара, театра, а также экскурсионную программу по историческому особняку. Все это звучит привлекательно, но большинство туристов посещают Эхо для того, чтобы стать очевидцами паранормальных явлений. Дело в том, что местные жители и сотрудники клуба уже давно рассказывают о странных событиях, происходящих внутри этого здания. По их словам, внутри особняка живет злой дух, возможно, дух его хозяина. С приходом темноты люди, находящиеся в клубе, начинают слышать странный скрип, похожий на крик. Известны случаи, когда двери начинали открываться и закрываться сами по себе, и будто бы кто-то бил посуду на кухне. Кроме того, некоторые очевидцы несколько раз видели здесь самое настоящее привидение. Внешне оно напоминало девушку в белом длинном платье. Так что, если вдруг вы окажетесь в Ниагара Фолл, обязательно посетите этот необычный клуб. Чарльз Стивенс, цирюльник из Англии, решил повторить подвиги смельчаков, которые спускались по течению Ниагарского водопада в бочках. Но, к сожалению, ему не повезло, как повезло когда-то другим. Стивенс долгое время увлекался экстремальными видами спорта. Он совершал глубокие погружения и прыгал с парашютом огромное количество раз. В честь этих увлечений он даже получил прозвище «демонический парикмахер из Бристоля». Летом 1920 года Стивенс оставил своих 11 детей с супругой и приехал в Канаду, чтобы совершить, пожалуй, самый сумасшедший поступок в своей жизни. На тот момент ему было 53 года. За его плечами оставался колоссальный опыт экстремала. Думаю, именно поэтому Стивенс и решился на свой спуск. Интересно, что именно его упорство сыграло с ним злую шутку. Дело в том, что сорвиголова выбрал русский дуб для изготовления своей бочки. Даже Бобби Лич, который также пересекал водопад в бочке, отговаривал его от этой идеи, аргументируя тем, что бочка не выдержит этого эксперимента. Но Стивенс стоял на своем. Внутри капсулы для спуска он был прикован руками к крышке бочки, а ногами к наковальне, чтобы сохранить устойчивость. Смельчак действительно не перевернулся, но от удара поверхность воды наковальня пробила дно бочки, и искалеченный Стивенс вместе с ней ушел на дно. На поверхности осталась только разбитая бочка с оторванной рукой цирюльника. Тело Стивенса так и не было найдено. Ранее я уже говорил о том, что в 1969 году ученые провели осушение американской части Ниагарского водопада. В ходе этого исследования ученые обнаружили жуткую находку – изуродованные останки человеческих тел. Безусловно, тогда на место происшествия прибыли полицейские и начали свое расследование. У двух погибших не осталось ничего, кроме туловища. Это указывало на то, что они были убиты, и вероятнее всего одним преступником или же преступной группировкой. Установить личность погибших, к сожалению, не удалось. Впрочем, как и найти какие-нибудь улики. Эти убийства остаются нераскрытыми, и вряд ли полицейским удастся найти причастных к ним. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok